Ну, слава Богу, моя мама жива, здорова пока, слава Богу, Людмила Павловна, вот, к моему большому сожалению, ты остался один из всей моей взрослой родней, близких, семьи, единственный вот взрослый остался человек, все остальные походили, поэтому мамы, я вообще на неё молюсь и боюсь на неё дышать лишний раз, да, и когда она что-то говорит, у неё там заболело, я говорю, поехали туда-сюда, она у меня ни в какую, знаете, старая закалка, и всё пройдёт, всё пройдёт, да, к врачам, да, 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 и надо сказать, что когда я вот пишу новые песни, я звоню, говорю, мам, я там написала, она приезжает, вот, я приезжаю, ставлю ей песни новые, и она плачет, сидит, я говорю, ну вот ты плачешь, ну вот я же тебе доставляю неприятности, она говорит, да какие неприятности, я от счастья плачу, что у меня такая прекрасная дочь, что она такая умная, что она такие красивые, да, талантливые, такие красивые песни пишут, какой у тебя голос, А я очень многие песни пишу сама, стихи, и вот она говорит, господи, я не пойму, как я такую талантливую родила, я за свою жизнь ни одного гостихотворения не написала. Но, конечно, вот этой силой воли, жёстким таким, наверное, характером идти вперёд, я, конечно, в маму. Ну и чисто внешне все говорят, чем старше становлюсь, тем тоже на маму становлюсь похожа. Вот, но мама у меня стрелец, это такой знак гороскопа, ох, я до сих пор, как маленький ребёнок, слушаюсь маму, да, и она мне говорит, там, приедешь, позвони. Я говорю, мам, я могу вернуться там с гастролей, там, в два ночи. Позвони, да, набери мне, я сквозь сон отвечу, но я спокойно дальше буду спать. И я, как маленький ребёнок, всё время ей вот отчитываюсь, звоню, и она, конечно, моя подруга, я ей очень много всего рассказываю, делюсь своей личной жизнью, она даёт мне советы. А ведь не каждая мама, между прочим, бывает подругами, я тоже мама подруга. Да, так что, дай бог ей ещё двух лет жизни, да. А кем она была в профессии? А у меня мама была, ну, как это сказать, книги вот где печатают, веб-стают. Типографию. Типографию, да, но чёткую профессию я не знаю, знаю только, что ей завредно... Молоко давали, да. Вот это я точно знаю. Нет, Людмила Павловна. Дорогая Людмила Павловна. Я думаю, что, Наташа, кто-нибудь тебя когда-нибудь спрашивал про маму вообще? Ну, редко, да. Я думаю, что вот сейчас вселенная как раз услышала самые важные слова, и эта энергия сейчас к мамочке прилетит в виде бабочки. А может, даже невидимой бабочки, но это мы её шлём. Невидимой бабочки, но... Да, и мы желаем, чтобы мамочка прямо жила дольше, дольше, прямо вот, чтобы она не болела никогда. Я говорю, чтобы у тебя было кому песню новую петь. Конечно, и мама жива, слава Богу, и она всё равно есть мама, и приголубит, и приласкает, и тёплое слово скажет. Так что здоровья ей самое главное. Ну что ж, мамочки, это всё. Самое главное. Да.